Добрый день! Меня зовут Олевтина. Добро пожаловать на канал Олег Кудюксюм. Вы знаете, очень часто, глядя на отдельные памятники или улицы Парижа, я вспоминаю о хорошем кино. И в этой связи решила сделать цикл видео, в которых буду рекомендовать вам отдельные фильмы. Ну, вдруг вы какие-то еще не видели. И вот начну я с грустной темы, о которой подумала во время съемок на набережной Сены. Там, рядом с одним из мостов, есть мемориал в память о жертвах Вельдива, по-русски зимнего велодрома смерти. Крытый велодром построили в Париже для проведения соревнований. Парижане это место очень полюбили. И даже Хемингуэй, который когда-то жил в Париже, писал о нем следующее. Велогонки были прекрасной новинкой, почти мне неизвестной. Я начинал много рассказов о велогонках, но так и не написал ни одного, который мог бы сравниться с самими гонками на закрытых и открытых треках или на шоссе. Но я все таки покажу зимний велодром в дымке уходящего дня, и крутой деревянный трек, и шуршание шин по дереву, и напряжение гонщиков, и их приемы, когда они взлетают вверх и устремляются вниз, слившись со своими машинами. Кто бы мог подумать, что велодром, приносивший парижанам столько радости, однажды окажется страшным местом. В июле 1942 года по приказу немецких оккупационных властей 5 тысяч французских полицейских арестовали более 13 тысяч евреев и согнали их на велодром. Это были мужчины, женщины, дети разного возраста. Все они сидели в ужасной жаре под стеклянной крышей с закрытыми окнами, с одним водопроводным краном, с пятью туалетами на 13 тысяч человек, без еды. Бежать оттуда было невозможно, а тех, кто пытался сбежать, расстреливали на месте. Через неделю людей перевезли в Освенцев. Выжить удалось трем детям русской эмигрантки. Им помогла монахиня Мария Скоплова. Одетая во все черное, она подошла к закрытым воротам велодрома, постучала и попросила охранников впустить ее внутрь для молитвы. Ей ответили, здесь и так много людей, которые могут помолиться. На что Мария возразила, ни одна молитва лишней не бывает. На велодроме она нашла свою русскую знакомую и спрятала ее детей в мусорных баках. Вообще же в Париже Марию знали, она общалась очень много с поэтами, с художниками. И вот что о ней писал, например, Николай Бердяев. Мать Мария была одна из самых замечательных и разнообразно одаренных русских женщин нашей эпохи. Она была новой душой, по-новому взволнованной. Она соединяла в себе поэта, революционера и монахиню нового типа. В 1943 году монахиню схватили и депортировали в женский лагерь смерти Равенсбрюк. Там она буквально сложила голову за ближнего своего. Хотела пойти в газовую камеру вместо девушки-еврейки. Ее схватили и отрубили голову. Субтитры сделал DimaTorzok Своими глазами весь ужас трагедии Вельдива увидел находящийся в числе арестованных и выживший в Освенциме Вальтер Шпицер. Именно он является автором памятника. Семь фигур, сидящих и лежащих на наклонной поверхности велотрека, обращены к Эйфелевой башне, символу города, от которого люди надеялись получить защиту. В 1959 году велодром был разрушен. А уже Миттеран в 1994 году издал указ, согласно которому первое воскресенье, которое следует за 17 июля, отмечается как день скорби по жертвам Вельдива. Долгие годы страна отказывалась признавать свою вину. И только в 1995 году Жак Ширак сказал, что Франция совершила непростительный грех. О трагедии зимнего велодрома смерти французский режиссер Розелин Бош сняла фильм «Облава» с Жаном Рено. Многие сцены сняты здесь, на Манмарке. И сегодня на школах этого района Парижа есть памятные доски, на которых написано, сколько еврейских детей было депортировано во время Второй мировой войны. До скорой встречи на канале «Алев Продюксион»! Будет, как всегда, интересно!